Уважаемый председатель партии Родина Алексей Александрович Журавлёв, уважаемые делегаты, дорогие друзья, я поздравляю вас с проводением съезда Патриотической партии Родина. В настоящее время как в мире, так и в нашем регионе мы наблюдаем, что атлантическая система подошла к концу. Мы вошли в Евразийскую эру, и с центровыми государствами на ряду с Китаем, Ираном и Индией являются Россия и Турция. Отныне Евразия обладает экономическим весом в мире. Евразия представляет собой не только экономическое могущество. На пути к преодолению границ капитализма рождается новая цивилизация. Человечество стоит лицом к лицу с проблемами, которые невозможно решить системой личных выгод и необузданной частной собственности. Господство глобализма, неолиберализма и утверждение однополарного мира сокрушилось быстро. Патриотизм, развитие путем справедливого распределения благ и защита общественно-экономических интересов образуют собой программу новой цивилизации. Турция и Россия являются как авангардом Евразии, так и ее ключевыми странами. Союз Мустафа Кемальпаши с Советской Россией в начале XX века был создан ради всего игнотенного мира. Турция и Россия вновь находятся в исходной ситуации. Будьте уверены, от имени Троицкой нации мы вам гарантируем, ни одно правительство не способно вновь связать Турцию с Атлантической системой. Турция должна взаимодействовать с Россией в регионе. На повестке сотрудничество Турции со странами региона во всех сферах, включая военную сферу. Это сотрудничество объединит силы, способные обеспечить территориальные целостные стран Западной Азии. Для Турции проблемы с НАТО стали жизненным вопросом. НАТО изначально было угрозой для безопасности Турции, для зависимости страны. А сейчас они начали угрожать Турции откровенно. С другой стороны, они же поддерживают курдских сепаратистов. Вашингтон намерен создать мариноточное государство в Северном Ираке и Сирии для дестабилизации региона. Ни для кого не секрет, что за курдскими сепаратистами, Игелом и войной в Сирии стоят именно США. Главной опорой проекта «Великий Ближний Восток» является именно независимый Курдистан. Поэтому лидер Сирии Башарасад правильно назвал курдские группы, которые двигаются в фарвартере США, предателями. Но региональные державы – Турция, Иран, Сирия и Ирак – противятся этим планам. И здесь их интересы совпадают с российскими интересами. Поэтому сейчас мы видим их тесное сотрудничество с Москвой. С другой стороны, НАТО попыталось организовать государственный переворот в Турции. Но благодаря совместным усилиям народа и государства был подавлен переворот юлианистов и атлантистов. Очевидно, НАТО является главной угрозой для безопасности нашей страны. И теперь Турция ищет свое будущее на горизонтах Евразии. Самый правильный ответ на эти угрозы с нашей стороны – выйти из НАТО. В Турции это нужно для обеспечения собственной безопасности и независимости. Кроме этих фактов, надо еще подчеркивать, что Астанский процесс стал очень хорошим примером для мира. Потому что он показывает, как можно решить любые региональные проблемы, когда страны объединяются на антимпериалистической, антиамериканской основе. Так что перспективы и процессы хорошие. Ключ к нашему общему экономическому развитию также кроется в этом. В новой эре для человечества Турция и Россия идут рука об руку. На этом пути нашим общим стремлением и обязанностями является развитие сотрудничества между нашими государствами и народами. Желаю плодоворотной и успешной работы на съезде Всероссийской политической партии Родина. Я передаю вам сердечный и дружеский привет из Турции. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. 2018 год будет годом победы Евразии и евразийской цивилизации. И это год будет годом дружбы России и Турции. Благодарю за ваше терпение. Продолжение следует...